В Сланцевской городской библиотеке по традиции в конце августа всегда дует попутный книжный ветер, который обычно приносит с собой открытие нового книжного сезона. В этом году помешать ему решил совсем не книжный дождь. Решил, но не помешал. Взрослые и дети вместе отправились в новый одиннадцатый по счету модный сезон читательских путешествий, встреч, открытий и увлечений. Мы готовимся вместе с нашими читателями и читатели вместе с нами, готовимся к открытию книжного сезона и каждый раз придумываем какую-то тему, какую-то идею нового книжного сезона. Нынче мы придумали такую историю «Будь в тренде». Какие новые книжные тренды, какие читательские открытия готовит нам новый книжный сезон, ведь неизвестно. И мы попытались вместе с нашими ребятами, с писателями, которые приехали, с издательствами, которые сегодня приехали в наш город, вот это угадать, предвосхитить. Весь день в библиотеке проходили интересные встречи, различные акции, фото и книжные выставки. Самые активные принимали участие в увлекательных квестах. А для ребят из деревни Старополя была организована экскурсия по городу Сланцы. В апреле месяца этого года, когда с акцией «Библиофары» мы были в гостях в Старопольской библиотеке, обнаружили, что ребята не очень хорошо знают, ну не только Санкт-Петербург, а даже город Сланцы. И мы группе победителей конкурса, который проводили среди ребят, подарили такой, мне кажется, очень замечательный приз, как поездка в город Сланцы с экскурсией. И сегодня этот подарок они получили. В ходе книжного праздника юные сланцевские читатели встретились с настоящим волшебником Михаилом Ясновым и с создателем счастливых книг Алексеем Шевченко. Писатели рассказали детям о своих книгах, затем они вместе обсудили новые книжные тренды. А ребята постарше учились называть вещи своими именами с литературным критиком и прозаиком Асей Петровой. Вот так и прошло открытие нового сезона книжных удивлений, встреч и открытий. Молодежь и подростки придумали открыть в нашем городе новые арт-объекты, чтобы город был ярче, краше, интереснее, необычнее, чтобы было где и с чем сфотографироваться и где и куда пойти. Один из них появится у библиотеки. Это красивый, необычный, яркий, раскрашенный велосипед, который станет маленькой свободной библиотекой. Вот в той самой магазинной, старинной, из нашего детства корзинке можно будет находить, менять, просто брать, читать книжки, приносить свои книги. Ну и надеемся, что на этом велосипеде мы будем путешествовать по дворам, по улицам нашего города, вот когда позволит сезон. И такие книжные читательские встречи проводить везде. Ну и, к сожалению, не позволила погода, но замечательная яркая автобусная остановка скоро появится и на перекрестке улиц Жуковского и Ломоносова. И всем будет понятно, сколько метров или сколько шагов до библиотеки от этой остановки. Ну и можно будет тоже расположиться на остановке, как будто на диванчике рядом с книжками. Такой сюжет тоже придумали сами ребята.